вот лягушек у меня в доме еще не хватало пауков уже пять больших выносила стаканом накрывала салфетку поднес и на травку выносила да одного правда не смогла словить стаканом он заполз я его спылесосила ну живой но выбросила вместе с мусором не знаю где то есть убивать конечно нельзя пауков ну вот такие вот приключения били идет новый ресторан открыли вот впервые мы в него его текс макс это мексиканские тоже интересные какие-то шкуры натуральные что ли и ты знаешь скин каус скин джер архмейчер а вот такая текс но уцена им дефрент но текс мекс текс да наверное это натуральные шкуры ну похоже да и там вот шкура висит музыка у них там громкая это сегодня просто били пришел раньше с работы на меня понедельник это день уборки поэтому мы никуда не поехали он говорит может куда-то вернет святое уборка осталось но потому что его раньше отпустили так как ливень шел вот и значит он будет работать субботу если еще не дай бог второй день мне принципе все равно если второй день опять ливень и их отпустят то тогда и воскресенье им захватывают работа да ой как интересно можно на улице сидеть даже до такой вот сделали ажурную крышу прикольненько да новое здание его построили фактически за не знаю пару месяцев здесь очень быстро строится здание с бочек у бочки какие-то поставили интересно интересненько да но приходится говорить говорить много так как это сна и таро на и таро с до он для твердая как будто столетняя да интересно он тут какие-то вот эти все упряжи для лошади до седла и какие-то тут трактора появление вообще прикол теряясь на место и тут какой-то так санды тюзды в общем работает до 11 а то и до пол двенадцатого до пол первого до пол первого ночи даже аж что здесь написано вот мы внутрь зашли такой высоченный потолок зачем они такой высоченный сделаны лук айт вилки лампы соломенные там тоже скоро вот такая техаская цематика я бы сказала мексиканский но с техасским направлением таким бар там там люди сидят можно показать там какие-то рисунки интересно конечно интересно здесь украшено вообще настолько вот потолок как сделан классного просто вы тут какое-то оружие очень интересно смотрите как тут вообще прикольно тут наверное что тут это просто наверное не живая музыка это просто так разукрашена стою на дороге просто так интересно хочется вон там он снять очень интересно различные тут вот на стенах чего тут только нет до этого нет и того нет все в мурова на в кирпич да какое-то как оружие видите даже сейчас сильно я думаю что здесь заказать хотела вот это вели говорит очень она острое а не знаю что вся каком с рыбу может самое интересное хочу показать стол который внутри внизу как швейная машинка на которой я умела шить она в этом точно он с колесиком смотрите колесико крутится когда я жила в деревне там у моей тети швейная машинка представляете это что прямо такая осталась у них ну очень красиво очень вообще новый понимаете все все новенькое на наших глазах он строился и на и месяц уже месяц как открылся мы не могли попасть потому что когда мы ехали суббота воскресенье было очень много людей даже трубы видите так сделано покрашены то есть не алюминия это так красиво да очень тематически но у смокин и сейчас мы подумали что это понедельник людей нет ну машин там много хотя бы есть места для парковки вот это вот мексиканский флаг это не флаг и там орел изображен и заказала анчелады 3 1 с курицей 1 с говядиной от нас сыром фасоль рис как обычно они тут сыр и еще мне дали сыр зачем не знаю сметана может сметана грамму честно это тут цветные эти чипсы это как обычно дают это до этого мы кушали уже да убили хоккит хоккит но я смотрю что лук он вообще не дожарен там вообще не дожарен и такую вот тарелку дают хоккит из также но это все мексиканское одинаковое главное чтоб его курица была дожарена поели мы вкусно но решили что этот конечно интересное внутри все вот это вот собирали барахло всякая да со шкур из натуральных скамейки лучше бы сумку сшили но мы решили что это не дотягивает до уровня педро там белые стулья там но это тематическое такое это любят всех отсюда вот но как-то вот мы решили что наверное лучше ходить педро наверно такой вот надо взять за семь двадцать четыре штуки там бутылочку дорогу and big aibuprofen for belarus i take with me in big this он да да окей 836 так пробегусь посмотрю вообще цены на на куклы на игры но это большое такое все большие форматы куда нам такое вести такое не знаю вообще любит она не любит но дочь сказала не привозить никакие игрушки потому что потому что ну потому что она говорит полно всяких игрушек что мы купим там беларуси интересные до по 12 но просто вести вот вот это это понимаете такой объем наверное это все есть а тем более что можно заказать на валдберис 5 долларов какие-то игрушки мягкую там и одну купила две книги и одна игра и все типа чего-то такого вот я купила вот это сколько 25 что но это тоже как планшет и так вот сложивается супер лаптоп энд насколько он не тяжелый не знаю что это вообще такое надо ли такое за 15 телефоны и 15 по моему как типа камера что на фиксирует что-то 15 такая ой я аж напугалась меня падает может быть такое вот взять типа камера 15 долларов или взять вот это как лаптоп такой я не знаю что тут еще вот за 20 такая игра такая у нее что-то есть все музыкальное ну что-то такого нет еще только такого еще нету да так творожок надо небольшую и там один рецептик у меня есть приготовлю яйца взяла накупляли молочка миндального так творожка яиц столетной бумаги что еще ты линол и бупрофен и такую вот игру но тут написано с трех лет тут надо сиди карта сюда 15 долларов такая игра сиди карта и реально фотографии делаешь представляете не знаю какое качество но здесь вот указано видите микро сиди карт вот от трех лет ну в общем интересно интересно оказывается мы покупаем где вот это диетическое без сахара дает ну там конечно тоже добавлено крутые ерундистики а сейчас ищем крахмал старч как он в чем он ахи сенба без батару в спарка джессу это звучит интересно не картофельный а кукурузный крахмал это огромная банка мне-то его не надо много наверно это за доллар пятьдесят три ха-ха ну окей так tighten картофельный картофельный кукурузный кисту нет не знаю никого не знаешь что-то может быть мы должны посмотреть Ага, ну окей, we will take this, окей, baking powder, это я уже знаю, что у нас здесь есть, это мы уже купили, baking soda, это все мы имеем, м-м. Это, я так понимаю, для приготовления этих блинов, да, смесь. Это мы как-то брали, не, такое все, не-не-не, стиви всякие. Я такое не хочу, коричневый сахар, стиви. Подсолнечного масла нет, вот это, где написано, что оно овощное, оно соевое, потом канола, ну как рапсовое, да, канола-то рапсовое. Белый, санфлауэр. Да, они имеют санфлауэр, ты говоришь, они не хотят. 7,84. Ну, взяли это за 70 копейками, ну, жарить я люблю только на таком, подсолнечное, да, санфлауэр, ой, санфлауэр. Ой, всяких различных васел у меня есть. Калифорния экста-вирджин ойл у меня есть, все. Ну, не надо, только такое. Ой, винегрет, варуэр, винаджер, на смысле уксус, винаджер. Паудер. Все, белушенькин, let's go. Мака, пау, мака. Паудер. Оргенек, сэрфу, блэнд. Джуис, грин, дэйлы. What is this? Странж. Алмонд. Вот, вот, мука. Здесь 9,84 за, 2 лбэ, за почти 1 килограмм, но я помню, что дешевле, в Шимсклабе дешевле. Барбекю соус, 398. Вот, зашли, где детское питание, вроде бы там. Спасибо мне. А, вот. How it's right? Pedelate? Pedelate? Pedelate. Pedelate. Ха, так от столько его тут разного. Электролиты. А, ну, это вот, like salt water, like I... Электролиты. Вот, они разные-разные. 5-6, короче, долларов. Хм, интересно. О, так его много здесь разного. Билла, это с дифферент, 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 дифферент. Дифферент, дифферент. А, вот его, и вообще, вот сколько. И там. Решили взять кисленькое. Оргеник. А тут не всё, Оргеник. Оргеник вот только, ну, не 6, короче. За 6 долларов. Виноградная, по-моему, Оргеник. И лимон. Ну, попробуем. Спасибо, Татьяна. Мне надо загрузить свой Инстаграм на Ютуб, потому что я бы хотела общаться с людьми, и у меня не загружено. Всё, надо завтра над этим поработать. И нашли вот электролиты для взрослых. То есть, вот за упаковку 6 долларов. Там за одну бутылку, а здесь за 8 бутылок. Попробуй одну из этих. А, белый, правильно. О, он. Да, ты можешь попробовать. Лим, кюкмбер, лим. Так, а хоро срайта по электролитам. Хоро срайта по электролитам. Электролит. Что это электролитам? Ну, я не вижу, я не знаю, как у меня глаза. Это что это, но я знаю, что я говорю. Это электролит. Все это. Да. Но я не вижу, где это говорит электролитам, потому что я не знаю, как у меня глаза. Так. Я не вижу, что я не вижу, что электролит. Нет. Здесь нет. А ну их тут много различных, но здесь не на всех написано, что они с электролитами Решили бизону фарш взять Сколько он стоит, не знаю, 9, 6, 5 Не знаю Может тут какие скидки на это самое Что тут иногда Ой, шеримпу I don't like I only know from Chinese buffet Вот, наверное, чего точно я отъелась, это креветок Да, огромные Ой, они такие белые, когда, ну вообще, не пожаренные, такие некрасивые Салмон у нас есть, тюна на два раза, салмон на один раз We have fish, we will buy in different Окей Картошки у нас полно Лук есть Помидорки мне нужны А возьму сейчас свои помидорки И мне перцы нужны Вот зря я тогда не взяла, посмотрела Когда мы были в Сэмсе, там такие перцы хорошие, 6 штук Ну вот, возьму здесь Где-то Где-то, где они есть Там я их и возьму А где они есть? А, они вообще на другом Стэнди надо взять, наверное Оторвала пакетики, надо взять еще петрушечку и О, морковку я вчера взяла в HB, да? Мне зеленый лук надо Зеленый лук Все, руккола этой отъелась не хочу Потом портится, лежит, не доедаю ее Так, цукини я тоже вчера взяла Ну вот, можно вот таких 3 взять за 3 доллара Наверное, такие вот и возьму 3 за 3 Да? Хорошие, нормальные И... Так, лучок Ой, какие маленькие цукини, да? Так, лучок сейчас выберем, если найдем Из чего выбрать И петрушку Субтитры сделал DimaTorzok